МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ну, тема у нас для разговора, я бы сказал, очень актуальная. Мы назвали ее так. Осторожно, мошенники. Дистанционно наши граждане доверяются таким вот мошенникам, и в результате накопленные средства исчезают в неизвестном, как говорится, направлении. Пойди потом их найди. Причина, одна из главных, наверное, это в отсутствии финансовой грамотности у населения. Вот как этот пробел восполнить? Что для этого необходимо знать в первую очередь? Вопросов достаточно много возникает, и сегодня мы постараемся на них ответить. Ну, уважаемые слушатели и телезрители, в диалоге с гостем нашей передачи, и вы можете принять самое активное участие, задать свои интересующие вопросы, высказать какие-то пожелания, предложения. И все ваши вопросы ждем по вопросу по телефонам прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Готовьте вопросы. Иногородни тоже могут до нас дозвониться, задать свой интересующий вопрос, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов прямого эфира, о котором я говорил выше. Ну, и так, Витя Михайловна, самый первый вопрос, который хотелось бы задать. Что такое финансовая грамотность? Да, и прежде всего. И почему она у нас находится на таком уж низком уровне, и в школе нас, как говорится, вокруг пальца вводят мошенники? Да, финансовая грамотность, вот мы говорим о том, что финансовая грамотность – это умение управлять собственными финансами, умение управлять собственной кредитной нагрузкой, умение распоряжаться с теми финансовыми средствами, которые мы располагаем здесь и сейчас. Многие воспринимают понятие финансовой грамотности как достижение некой выгоды, прибыли и так далее. Да, это тоже есть, но зависит это от постановки четких целей. Самое главное финансовой грамотности – это правильно распоряжаться своими ресурсами. Да. Вот, и финансовыми ресурсами, и целеполаганием. Потому что когда у человека четко распределены все свои финансы, четко поставлены цели, он знает, куда он будет тратить деньги, он живет спокойно, без стрессов, у него все расписано, у него буквально все посчитано, он анализирует каждый свой шаг, и в принципе вот это вот и есть финансово грамотный подход по управлению собственными деньгами. Ну, низкий уровень все-таки у нас, да? Ну, если брать статистику, то, конечно, да. Мы по России, но по России все-таки мы выше. У нас в нашем регионе все равно процент немного выше. И это очень радует. Ну, нас еще и мало, население же небольшое, в принципе, да? Ну, и все-таки мошенники почему выбирают, может быть, наш регион? Потому что такая вот, ну, как стереотип такой, да, что якутяне богатые люди, поэтому они, возможно, и выбирают такие районы, как Нерингре, Мирный, где связана деятельность золотодобычей с алмазами там и так далее. То есть они подразумевают, что люди, которые проживают в тех регионах, они много зарабатывают. Но, к сожалению, это в большинстве случаев страдают просто граждане, которые копили свои деньги долгие годы. Вот. Ну, а мы учим, как не стать жертвой мошенников. Мы разрабатываем специальные памятки, которые мы раздаем с сотрудниками полиции, да? Проводились несколько акций уже у нас, когда мы раздавали гражданам эти памятки, в которых очень подробно расписаны все способы, которые используют мошенники. Это и телефонное мошенничество, и кибермошенничество, и финансовые пирамиды, и так далее, и так далее. И написаны методы защиты от этих мошенников. Вот у меня в руках как раз вот эта вот памятка, да? Как защититься от мошенников? Памятка для потребителей. И хотелось бы, конечно, задать такой вопрос. А назовите самые такие популярные алгоритмы телефонных мошенников. Вы сказали, что есть и кибермошенники. Да, ну давайте пока вот телефонных мошенников. Ну телефонные мошенники, они же в первую очередь хотят запугать человека, что он теряет свои деньги. То есть первый звонок человеку, когда они звонят, они говорят, что вот вы прямо сейчас с вашего счета пытаются там снять деньги, либо еще что-то, ну вот какие-то такие угрозы такого плана идут, да? И их задача запугать, что человек прямо сейчас может потерять все свои сбережения, которые у него есть там на карточном счете, на банковском счете и так далее. Или кто-то пытается оформить кредит на имя этого человека, которому они звонят. Буквально недавно мне звонили. Мне позвонили и сказали, что-то от моего имени поступила заявка, что якобы пытаются оформить кредит через мобильный банк. И я, конечно же, сразу поняла, что это мошенники, потому что, во-первых, они неправильно назвали мое имя. Слава богу, у меня имя такое, ну, сложное, скажем так, да, для некоторых. Вот, и поэтому, естественно, я не стала с ними входить в полемику, как-то пытаться их выразумить, да, там и так далее. Да, ни в коем случае этого делать не надо. Нужно просто положить трубку и не разговаривать. Вот один, по-моему, тоже из вариантов таких, да. Вот я, например, когда вижу, что незнакомые какие-то телефонные номера, да, приходят тоже, я стараюсь на них не отвечать. Это очень правильно. Выключаю сразу, мгновенно. Это тоже выход из положения. Это очень правильный выход. Это очень правильное действие, не отвечать на незнакомые звонки. И сейчас мобильные операторы, они в основном предупреждают. То есть, когда вам поступает входящий звонок, там прямо отмечено, что, возможно, это спам. То есть, мобильный оператор, он предупреждает, что вы можете оказаться жертвой спам-звонка. И поэтому ваше право брать трубку или не брать. Но желательно с незнакомых номеров вообще не отвечать. Да. И вот, конечно, как распознать все-таки, да, вот кто готов всеми методами, скажем, способами вытянуть наши, да, личные сбережения. Вообще возможно ли такое? Как вы считаете? Конечно, есть люди, которые только этими занимаются, да, которые разрабатывают разного рода какие-то мошеннические схемы, какие-то разного рода какие-то сервисы, которые помогают им заработать, да. И получается, что единственный способ защититься, это следить за тем, где мы размещаем свои персональные данные. Второе, это где мы размещаем свои данные банковской карты, что ни в коем случае нельзя называть данные банковских карт, пин-коды, коды из смс, данные вообще в целом, которые, ну, данные на оборотной стороне карты, это вот трехзначный CV-код, его вообще никому нельзя называть. Потому что эти данные как раз и нужны мошенникам, потому что они ими не располагают. У них есть только максимум ваш номер телефона и имя, отчество, которое у вас. То есть они даже иногда не могут назвать фамилию человека, потому что часто, если это, ну, какая-то там база номеров, которая им досталась, там, от какой-то финансовой компании или еще откуда-то, да, то есть там просто стоит одна буква, и все. И они больше никакими данными не располагаются. Здесь уже человек сам дает им в руки все, как бы, карты. Ну, вот, к сожалению, вот так и получается в большинстве случаев, да, поэтому вот финансовая, как говорится, безграмотность наша, то есть здесь вот и выходит на первый план. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть тоже вопросы какие-то, да, пожалуйста, звоните нам на прямой эфир передачи Якутск сегодня 32 00 66, 32 11 66. И я думаю, что Рита Михайловна Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики, ответит на ваши вопросы довольно подробно. Ну и вот, конечно, мошенники, они всегда ищут слабые места от финансовой грамотности людей. Конечно, если таковыми они, мы располагаем, как говорится, у них, конечно, особая своя тактика, действительно особая тактика, кто не каждый может все-таки. Конечно, они учатся тому, как обманывать людей профессионально. И при этом используют различные вот ресурсы, да, информационные, цифровые в том числе. Да, да, они содержатся в некоторых, когда, например, раскрываются преступления в области финансового мошенничества, то это, как правило, там целые работающие колл-центры или цифровые ресурсы, которые собирают данные, да, то есть это довольно-таки профессионально выполненные сайты, фишинговые сайты, которые собирают данные людей. Поэтому нужно обязательно проверять. Но, как правило, на таких ресурсах, да, не указывается ни полное наименование юридического лица, ни ННН, ни ОГРН, ни контактные данные. Такие данные, к сожалению, они, вернее, не к сожалению, а вот к счастью, что именно по таким данным, по наличию таких официальных данных, да, мы можем проверить, фишинговый это сайт, фейковый это сайт, или это официальный сайт какой-то юридической организации. И если вам предлагают, например, финансовые услуги какой-то организации, то обязательно нужно проверять наличие лицензии на сайте Центрального банка Российской Федерации. Наличие лицензии говорит о том, что эта организация имеет право оказывать финансовые услуги населению. Если этой лицензии нет, то вы можете оказаться жертвой финансовой пирамиды. Да, действительно, это так. Ну что ж, ну а как все-таки вот сделать так, чтобы уменьшить, точнее, искоренить подобное? Это же преступление, действительно, это тоже наказывают в судебном порядке, которые сильно бьют, конечно, по кошелькам наших граждан. Вот ваше личное субъективное мнение. Вот как остановить этот нынешний беспредел? В первую очередь, это нужно из уст в уста передавать информацию о том, как защититься от мошенников, как не стать их жертвами. Да, и во-вторых, если вдруг вы узнали, что кто-то из ваших знакомых или близких людей стали жертвой мошенников, обязательно нужно зафиксировать номера телефонов, с которого позвонили. Обязательно нужно зафиксировать сайт и сделать скриншот или снимок с экрана, да, получается, и отправить это все на электронный адрес Министерства внутренних дел, можно Республики, можно Российской Федерации. Есть специальные окна обращений на сайтах именно МВД, куда можно оставить свое обращение, написать подробно ситуацию, с которой вы столкнулись, именно мошеннической ситуацией, да, каким образом пострадали и так далее. Есть еще Роспотребнадзор, Роскомнадзор, сайт Банка России, там тоже есть общественный интернет-приемный. Сайты все недоступны, в общем-то, да? Да, они все в открытом доступе, конечно, это все можно сделать, зафиксировать. Самое главное — не молчать. Самое главное — не молчать. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот видите, вот сегодня мы как раз начали нашу программу вот с этой темы, темы «Берегитесь мошенников», да, и вот у нас сегодня Рита Михайловна Якуш, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики, вот разъясняет и телезрителям и радиослушаем, как этого избежать. Избежать мошенников, потери своих личных сбережений. Ну, я думаю, что буквально вот через несколько секунд мы уйдем на рекламную паузу, вот, и потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим беседу вот с Ритой Михайловной Якушевой. 32-00-66, 32-11-66 — номера телефонов нашего прямого эфира. Ждем ваших вопросов. И мы вновь, уважаемые телезрители и радиослушатели, в прямом эфире. Напомню, у нас сегодня в студии руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики, вот, Рита Михайловна Якушева. И вот мы буквально уже в первом блоке говорили о мошенниках, и тема называлась так «Осторожно, мошенники». Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы вот, Рита Михайловна, мы продолжим эту тему все-таки про мошенников. Если есть какие-то вопросы у вас, и вообще про финансовую, значит, нашу безграмотность или грамотность, да, пожалуйста, звоните нам, задавайте телефону 32-00-66, 32-11-66. Ну вот, хотелось бы, Рита Михайловна, чтобы вы вкратце рассказали нашим телезрителям и радиослушателям о работе вашего центра, какую вы проводите мероприятие, ваши цели, задачи. Да, я с удовольствием расскажу о работе нашего центра. Наш центр создан при поддержке Министерства финансов Республики Саха-Якутия на базе финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Мы работаем с февраля, и уже с этого момента, с этого времени, да, мы провели множество разного рода мероприятий. Это были фестивали финансовой грамотности для семейных людей, для школьников. Мы проводили конкурсы, мы проводили онлайн-уроки и проводим их. Стараемся делать это регулярно, систематически, чтобы люди привыкали, чтобы они знали, что есть такой полезный ресурс, как наш сайт финграм.якутия.ру, да, и получали информацию очень полезную и абсолютно бесплатно. В нашем центре трудятся волонтеры финансового просвещения, это сотрудники банков, которые работают на территории нашей республики, это педагоги. Педагоги все проходят обучение в нашем региональном методическом центре, который создан в высшей школе экономики, да, который, походу, при поддержке, все вот методические материалы, они разрабатываются при поддержке экспертов высшей школы экономики. То есть здесь работает целый пул экспертов, да, над тем, чтобы наши сограждане, наши соотечественники, якутяне получали достоверную, актуальную информацию о финансовой грамотности и, соответственно, могли повышать свой уровень финансовой грамотности, начиная со школьной скамьи, заканчивая в пенсионном возрасте, да, то есть мы проводим и для школьников мероприятия, и для трудовых коллективов, и для пенсионеров, получается. Ну, это равно, что есть такой центр, существует, да, и двери всегда открыты у вас. Конечно. Мы очень рады сотрудничеству, всегда мы с распростертыми объятиями мы встречаем любых партнеров. Буквально вот на днях мы заключили соглашение с детским дворцом творчества и детства, да, тут, получается, будем работать тоже с волонтерами на этого центра по повышению финансовой грамотности и проведению кружков по финансовой грамотности для детей, потому что детям очень нашим повезло, между прочим. Потому что Центральный банк Российской Федерации создал целый ресурс, который называется ДНИФГ, и на этом ресурсе можно пройти уроки финансовой грамотности. Школьники, например, с 5 по 11 класс могут там самостоятельно зарегистрироваться или регистрироваться целыми классами и получать вот эти вот самые такие, это же бесценные знания на самом деле. Не говорите, да, это очень, я думаю, что главное нужно, конечно, желание, наверное, желание, настойчивость где-то, да, и время для этого найти. Обязательно. Ну, для денег-то время найти надо. Да-да-да, чтобы с ним потом не расстаться, да, с этими деньгами. Ага, так, ну что ж, ну, а вот такой вот личный пример бы хотелось тоже задать, да, вот на личном примере вот хотелось бы на вашем, вот что изменилось у вас после того, как вы стали применять законы финансовой грамотности вот в своей жизни, Ритм Михайловна, то у вас тут тоже есть свой опыт, опыт какой-то, своя практика небольшая. Ну, конечно, да, потому что когда я пришла к финансовой грамотности, когда я стала волонтером финансового просвещения, это было давно, это был 2016 год, я тогда пришла только работать в Республиканский банк, и абсолютно, ну, как бы я шопоголик, да, я такая стандартная женщина со своими там какими-то плюсами, минусами и так далее. Вот, и я, ну, как есть деньги, есть деньги, там от зарплаты до зарплаты, как бы, а сейчас вот эти знания мне очень помогли, потому что я, у меня получилось сформироваться, резервный фонд, у нас все финансовые вопросы, которые вообще существуют в нашей семье, они обсуждаются только на семейном совете. Мы ставим перед собой цели, мы научились грамотно распоряжаться тем бюджетом, которым мы владеем. Хорошо. Ну, мы продолжаем нашу телерадиопередачу. Якутск. Сегодня, уважаемые слушатели, 32-00-66, 32-11-66. Есть вопросы, да, у нас? Ага, есть. Давайте вот режиссер мне показывает, что есть телефонный звонок. Алло. 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 Да-да. Ага, здравствуйте. 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 Так, у меня такой вопрос. Это очень полезная информация. Мы с дедушкой, вот, ну, старые люди, свыше 75 лет, да? Да. И мы живем где-то вот, Петра Алексеева, 25-23, вот такие вот старики мы. А в этом объекте, например, как, где подойти, например, если там научиться или учиться. А, понятно. Имеете в виду ваш центр. Да. Я могу вам сказать, если завтра у вас есть время, вы можете подойти в точку кипения на Ленина-1. В 11 часов у нас там начнется мероприятие как раз для пенсионеров. Мы будем проводить специальную игру, которая называется «Своя игра» по именно «Как защититься от мошенников» по теме финансовой безопасности. Угу. Ну вот, живи по доходам, да? Будь скромнее и прочие напутствия и зароки – это мудрость, скажем так, предков. Это про финансовую грамотность? Как вы считаете? Отчасти да. Отчасти да, да? Отчасти да. Я бы еще сюда добавила актуальную такую поговорку, пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Потому что это очень актуально на данный момент. Потому что в век цифровых технологий, когда у нас такой неизмеримый объем информации, нам нужно каждый наш шаг анализировать, нужно проверять. Лучше проверить, лучше перепроверить и только один раз купить, приобрести, зарегистрироваться, что-то сделать и так далее. Даже когда вам звонит мошенник и говорит вам, что у вас только закрадывается сомнение, да, то есть он вам сказал, что с вашего счета там пытаются списать деньги или еще что-то, закралось сомнение. Положите трубку, позвоните в банк. Да. Проверьте. Откройте свой мобильный телефон, проверьте мобильный банк, было ли движение средств. Если движения средств не было, выдохните, и значит, у вас все в порядке. Если вы позвонили в банке, в банке вам сказали, что у вас все хорошо и никаких операций по счету у вас не производилось, то в принципе тогда вам беспокоиться-то не о чем. Хорошо. Ну вот у нас вот видео есть небольшое, да, может быть, немного сейчас мы покажем нашим телезрителям, если можно. Прокомментировать можно? Да, могу. Это видеоакции, которые проводились полицейскими. Они как раз раздавали вот эти вот листовочки, да, памятки, как защитить себя от мошенников. Да. И эта акция проводилась не так давно, это уже вторая акция, которая проводится в таком формате, Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия. И граждане с благодарностью принимают эти листовки, они очень, да, воспринимают. В этой акции принялись студенты, да, тоже замечательная акция была. Хорошо. Ну, думаю, что это не первая и не последняя. Надеюсь. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы жертв мошенников в нашей Республике совсем не было. Вот это наша задача на самом деле. Мы работаем для, ну, с такой целью, чтобы вообще по Республике не было жертв финансовых мошенников. Очень хотелось бы надеяться, конечно, на это. Ну, теперь хотелось вот дети, да, вот взять наши, вот в школах ведут уже такие вот занятия, да, по финансовой грамотности, по-моему, с пятого класса, если не ошибаюсь, да? Как-то вы вместе содействуете вот с образовательными учреждениями в этом плане? Конечно. Мы привлекаем волонтеров, мы сами участвуем и проводим классные часы для школ. Сейчас онлайн-формат позволяет объединять даже несколько школ и проводить уроки, не выезжая в районы. Допустим, весной этого года мы проводили для Мирненского района урок финансовой грамотности, и там объединили мы 400, почти 419 человек у нас приняло в одном уроке только. Да, да. А по уроке по финансовой безопасности среди республиканских школ приняло 400 человек тоже. И вот буквально, понимаете, вот одно мероприятие позволяет собрать сразу вот такую большую аудиторию. Это вот, ну, это здорово. Да. Ну, вот такой вопрос, который возникает, может, тоже часто. С какого возраста ребенку давать деньги и учить его ими распоряжаться грамотно? Ну, или достаточно личного примера, скажем так, да, родителя? Вы что можете сказать по этому поводу? Это спорный вопрос вообще. Спорный? Конечно, спорный. Потому что все-таки воспитание детей – это дело каждого родителя, да? И учить родителей, как правильно воспитывать своих детей, мы права такого не имеем. Но рекомендацию можем дать. Конечно, чем раньше ребенок узнает, как правильно распоряжаться деньгами, как правильно ставить цели, именно финансовые цели, тем лучше. Если ребенок научится копить деньги, если ребенок научится копить деньги на конкретную какую-то свою цель, на телефон, на какой-то гаджет, планшет или на велосипед. И получается, что если родители в нем вот эту вот финансовую дисциплину воспитают, это будет огромный плюс. И это не будет… Будущим для него. Конечно, конечно. А самое главное, мы рекомендуем начинать, естественно, с собственного примера. Потому что ведение семейного бюджета – это, скажем так, большой шаг к финансовой грамотности. И когда семья начинает обсуждать семейный бюджет и вообще финансы теми, которыми располагает семья на семейном совете, допустим, там каждое воскресенье можно собираться за столом, там за чашечкой чая, да, и говорить, что вот у нас, друзья, дорогие наши члены семьи, да, вот у нас есть такой вот бюджет, и мы готовы, допустим, его распределить таким-то образом. Давайте начнем, что кому нужно. И, естественно, бюджет нужно распределять с учетом желаний каждого члена семьи. Естественно, нужно учитывать все эти желания, но из учета именно размера семейного бюджета. Хорошо. Ну, то есть финансовая грамотность начинается в семье? Ну, в первую очередь. Первые его шаги? Конечно, первые шаги, да. Первые шаги, да. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы опять скоро уйдем на рекламную паузу. И вот Рита Михайловна Якушева, сегодняшний наш собеседник, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики, вот еще расскажет нам, далее вот в третьем блоке мы продолжим передачу. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Поэтому, вот, если есть вопросы, уважаемые телезрители и радиослушатели, задавайте, не стесняйтесь. Мы вновь вернемся через несколько секунд в нашу студию. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики. Ну, наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем ваших вопросов. Ну, теперь хотелось бы, Рита Михайловна, вот на что обратить внимание. Ну, если можно, конечно, несколько слов об основах финансовой грамотности населению. Вот такой, как бы, небольшой ликбез, что ли, вот, ну, если сделать нашим телезрителям, да, и радиослушателям. Вот как стать финансово грамотным человеком именно самостоятельно, да? С чего начать изучение финансовой грамотности? На самом деле, первый шаг финансовой грамотности – это подсчет своих учет, вернее, своих доходов и расходов. Просто буквально сегодня можете взять блокнот, расчертить его на две половинки, да, и в одной графе пишем свои доходы, и в второй графе мы пишем свои расходы. Все. Доходы мы пишем с учетом каких-то социальных выплат и так далее, и так далее. Можем взять, учитывать доходы всех членов семьи и в расходы тоже. И вы посмотрите, сопоставите, как у вас, какой у вас бюджет, имеется ли у вас какая-то часть, которую вы можете сразу же откладывать, допустим, да? Да. Вот. Второй шаг – это формирование резервного фонда или подушки безопасности. Это нужно, если у вас ее нет. Финансовые подушки безопасности. Да. Если у вас ее нет, начинайте делать это прямо сегодня. 10% от дохода – это не такая большая сумма на самом деле, которую можно откладывать ежемесячно. Естественно, хранить ее под матрасом не надо. Желательно открыть вклад в каком-нибудь банке, да? Обязательно проверьте банк на наличие лицензии, проверьте на стабильность, проверьте размер процентной ставки по вкладу, да, чтобы это было выгодное предложение для вас. Вот. Проанализируйте и откройте вклад, разместите, да, и ежемесячно пополняйте этот вклад в размере 10% от своего уровня дохода. Третий шаг – это анализ своих расходов. То есть посмотрите на свои расходы широко открытыми глазами. Да. Проверьте, возможно, у вас имеются расходы, которые можно сократить. Это мобильная связь. Посмотрите, может, вы давно не меняли тариф. И проверьте, у мобильного оператора, которым вы пользуетесь, да, возможно, у него появится более выгодное предложение. И так вы сможете сэкономить до 50% расходов на мобильной связи. Интернет – то же самое. Посмотрите, на что вы тратите. Сколько у вас уходит там на оплату трафика и так далее. Возможно, вы можете обойтись и без этих трат. Коммунальные услуги. Посмотрите, как можно их сэкономить. Начните экономить на этом. Но не экономьте на продуктах. Лучше, конечно, да, потому что потом придется тратить на лекарства. Да, да, да. Ну и, естественно, следить за состоянием своего здоровья. То есть сейчас у нас осень. Одеваться теплее, смотреть за погодой, одеваться по погоде, чтобы не болеть. Потому что основные расходы семейного бюджета, к сожалению, уходят на лекарства. Да, да. Вот вы сказали банковская система. А как и где лучше хранить финансы? Все-таки вы сторонник банки. А где еще, да? Вопрос возник. Вот именно, что пока еще не придумала. Да, не придумала. Еще альтернатив. Конечно, у банков есть разного рода финансовые продукты, которые позволяют людям разместить денежные средства и при этом получать определенную доходность. Но почему банки? Потому что вклады физических лиц, которые размещаются в банках, они застрахованы агентством по страхованию вкладов. До суммы до полутора миллионов рублей. То есть в случае чего, каких-то форс-мажорных обстоятельств, вы имеете возможность вернуть свои деньги и не потерять их. Потому что как часто происходит? Людям предлагают в какую-то финансовую пирамиду вложиться под большой процент. Но при этом гарантий никаких нет. Нет ни лицензии у этой организации, ничего вообще. И люди просто теряют свои деньги. А в данном случае такого не произойдет. То есть государство в данном случае о своих гражданах позаботилось. И законодательно это все закрепило все обязательства. Хорошо. У нас телефонный звонок, мне показывает режиссер. Давайте послушаем нашего телезрителя, радиослушателя. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 У меня несколько вопросов. Пожалуйста. Вот сейчас, конечно, можно было откладывать, да, но говорят, инфляция-то съедает все это. И еще вот, если человек карту потерял, то как это? Кто-нибудь воспользуется этим или нет? И еще третий вопрос. Какая психология у этих мошенников? О чем они думают? Давайте начнем с третьего вопроса, наверное, да? Какая психология у мошенников? У них задача одна – заработать денег. Заработать на безграмотности людей. И напугать человека. То есть, когда человек находится в состоянии страха, это уже психологи доказали. У нас есть специальный урок, где мы приглашали психолога. Она прямо рассказывала этот алгоритм действий, да, человека, который находится в состоянии страха. И получается, человек в таком состоянии стресса. Он готов на все, буквально на все, что ему скажут, чтобы не потерять свои деньги. Тем более, если эти деньги были очень сложно заработаны. И поэтому задача мошенников – обмануть и напугать. Поэтому не нужно поддаваться. Лучше, вот я и говорю, что не надо с ними разговаривать ни в коем случае. Застать врасплох, да, у человека у них задача. Позвонили, сказали, положите трубку. Все, не надо никаких разговоров. Там есть блогеры, которые говорят, накажите, разговаривайте, спорьте, там еще что-то. Не надо этого делать, пожалуйста. Просто положите трубку, позвоните в банк и самостоятельно убедитесь. Так, второй вопрос, получается, у нас был по… Там, по потере карты. Ага, по потере карты. Вот, конечно, когда вы обнаружили, что вы потеряли карту, обязательно позвоните в банк и заблокируйте ее. Желательно номер телефона банка зафиксировать в мобильном телефоне. Номер телефона банка, он указывается на обратной стороне карты. Его можно прямо… Вы получили карту, сразу зафиксировали себе в мобильный телефон, в телефонную книжку. И когда у вас теряется карта, вы звоните на горячую линию и говорите, что я хочу заблокировать, потому что карту я потерял. И если вы вдруг находите эту карту или кто-то вам ее приносит, добрый человек, да, или в WhatsApp-группе, там вы увидели, да, объявление, что ваша карта… Вернее, без добрых людей, скажем так. Желательно эту карту утилизировать, то есть вернуть ее в банк и открыть новую. И инфляция, да, у нас. Инфляция. Ну вот поэтому мы рекомендуем держать сбережения и вот резервный фонд именно во вкладе. Почему? Потому что как раз процент банковского вклада, он совпадает с уровнем инфляции. И тем самым вы не потеряете свои деньги. — Хорошо. Ну что ж, вот еще, Лидия Михайловна, такой вопрос тоже могут задать, конечно, наши телезрители и радиослушатели. Как реально ли добиться успеха, ну, скажем, не имея начального капитала? Ну, вообще-то вполне это реально или нет? Ну, я лично считаю, ну, по-моему, мало, вероятно. — Все зависит от сферы той деятельности, которую вы хотите выбрать, ну, для старта, да, скажем так. Иногда для старта достаточно того уровня компетенции, которыми владеет человек, того уровня знаний, которыми он владеет, да, если это какой-то ресурс, например, информационный или обучающий какой-то ресурс, например, кто-то захочет открыть свою онлайн-школу, допустим, да. И при этом, конечно, никаких, никакого стартового, большого стартового капитала не требуется, кроме, там, вложений, допустим, в продвижение этого ресурса. Вот. Ну, в любом случае, к открытию собственного дела, либо, ну, к началу, там, себя в роли бизнесмена лучше подходить с написанием бизнес-плана. С грамотного бизнес-планирования. Вообще, в целом, как бы, вот и финансовая грамотность, да, она как раз тоже коррелируется вот с этим понятием, как финансовое планирование. Потому что вот составление финансового плана семьи, оно ничем не отличается от бизнес-плана. — Бизнес-плана. — Конечно, предприятие. — Ну, вообще-то, какие информационные ресурсы можно использовать, да, вот при этом, при том, чтобы вот как-то... — В первую очередь, конечно, буду рекомендовать наш сайт, потому что, ну, тоже мы там размещаем всю актуальную информацию. Это сайт fingramyakutia.ru, очень просто набирается. У нас есть и аккаунт в Инстаграм, и, естественно, это портал по финансовой грамотности Банка России, который называется Finkult.info, тоже Finkult.info. Вот буквально вводим, и сразу же появляется этот портал. Там и для физических лиц, и для предпринимателей огромное количество полезной информации по финансовой грамотности. Естественно, это портал «Мои финансы» уже, который раньше назывался «Ваши финансы». Сейчас он называется «Мои финансы». — Мои финансы. — Да. И это замечательный портал, который открылся буквально вот недавно на Московском экономическом форуме. Было открытие, где наш премьер-министр буквально разрезал там ленточку, да, и вот этот портал родился. Это было замечательное событие для нас, финансовых консультантов, для… Вообще, в целом, для граждан России это уникальный ресурс, где можно получать актуальную информацию по финансовой грамотности. Там есть все калькуляторы, если человек захочет взять кредит. Там есть сервисы по ведению семейного бюджета. Множество различных полезных ресурсов для тех, кто изучает финансовую грамотность, кто преподает финансовую грамотность. То есть, ну, очень полезная информация. И вот эти ресурсы я конкретно рекомендую. Это наш сайт fingramyakutia.ru, финкультинфо, Банка России. И мои финансы — это Минфин Российской Федерации. Ну, здесь существуют еще и специальные, скажем, книги обучающиеся, да? Учебники. Учебники, да. К ним тоже можно обратиться, конечно. Конечно. Мы недавно делали перечень специальных книжек на сайте библиотечной системы города Якутска, СБС, ekot.ru. Там есть весь перечень книг. Хорошо. Ну что ж, сегодня наша передача принимала участие Рита Михайловна Якушева. Спасибо вам за участие, да, и нашим телезрителям, кто позвонил к нам на прямой эфир. Рита Михайловна Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики. Вот. Поэтому, уважаемые радиослушатели, зрители, вот эту памятку для потребителей, как защититься от мошенников, можно заполучить и в вашем центре. Где находится ваш центр Адерс, если можно? Айунского, 24 ЕФК. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, будьте осторожны от мошенников. Берегите свои финансы. Ну и самообразовывайтесь. Финансовая грамотность нам всем нужна. Она необходима просто. Итак, до свидания. Всего доброго. На этом передаче подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова